здравствуйте уважаемые друзья с вами юрист по миграционным делам поговорим сегодня об указе президента российской федерации о временных мерах по регулированию правового положения иностранных граждан сейчас что происходит в федерации многие граждане вводятся в заблуждение что говорят там консультируют там миграционные службы говорят так то есть объясню прям по полочке он разложен все то есть данный угас подписан был 18 апреля двадцатого года номер указа номер указа 274 говорится то есть целях регулирования правового положения иностранных граждан и лиц безгражданства российской федерации предупреждение дальнейшего распространения новой коронавирус инфекции и президент владимир владимир путин руководств статьей 80 конституцию постановляет что с 15 марта по 15 июня приостановить включительно то есть и документы которые вот эти относятся срок временного пребывания временного или постоянного проживания иностранных граждан или с безгражданства российской федерации сроков на которые иностранных граждан и лица безгражданств постановлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства случае если эти сроки истекают в указанном период то есть объясняя с 15 марта по 15 июня если в это в течение этого срока у вас истекает сроки это постановка на учет миграционный учета регистрация по-другому называют по месту жительства регистрации из вас истекает срок не нужно ходить то есть они продлеваются автоматически граждан освобождаются также принимающая сторона от данных обязанностей то есть не нужно ходить продлевать этот делать маме его не продлят то есть автоматически они продлеваются но на момент уже 16 июня вы должны находиться легально то есть числа 15 то ли да вот эти выходные не 13 14 вы должны обратиться в орган миграционного мда по вопросам миграции управления и стать на миграционный учет при этом заполняется произвольной форме заявление то есть принимающая сторона приходит при постановке на миграционный учет иностранные граждане не требуется то есть при приходит принимающая сторона и ставит на миграционный учет еще на узбекском объясню 15 марта 15 июня чая 15 марта 15 июня чая ким регистрации прописки федерации миграционный габаров чозлы шкеры ямас мунарсана автоматически чозлы лада указ президента постановления но он алтын че июня уже кими играми челья аммана регистрация служа регистрация принимающая сторона гайдшкеры регистрация на москву и лада потом идет пункт б срок нахождения за пределами российской федерации показания саде добровольных таки так пошли короче на временное проживание видом нового жительства если в указанные лица не имеют возможно въехать в российской федерации до с течения 6 месяцев сроков нахождения то есть гражданин имеющие короче видно жительство разрешение на время проживания и в этот период с 15 марта по 15 июня который истечает истекает срок действия до шестимесячно и не может заехать на территории с федерации то эти сроки действия тоже также приостанавливаются то есть получается они вас автоматически продлеваются эти три месяца да они будут считаться после 15 июня то есть у вас 6 месяцев истекает грубо говоря в мае 15 то она будет считаться с 16 июня то есть вы должны будет заехать вот эти три месяца с 15 марта по 15 июня они будут считаться с момента грубо говоря 16 июня будет прибавляться автоматически продлеваться на три месяца данным действием вы не ничего не нарушаете чем виды болса и рвпс болса закон больше так как еще 16 айдан куб юрюши мюнгун емаз бошқа дәвліаттей дадут ,- Тоджикстан, Козакстан, Республика деда ирюши мюнгын емаз ШУНИНЩЕН – агер деким 15 марта 15 – аюня 15 – аюня 15 – айка расе фуфорасыгат кералмаса не все носит Так же говорится, срок действия, документы у которых указаны вперед, истекает срок действия виза, разрешение на время проживания, видна же иммиграционная карта с пространения отметки, истекает срок действия виза, разрешение на время проживания. Так же говорится, государственная программа разрешения на работу под тендер, разрешение на привлеченную работу, установить, что с 15 марта по 15 июня работодатели, заказчики работы услуг при условии выполнения им установлено ограничение мер, так население вправе в определенном законодательстве привлекать государства, используя в качестве работников иностранных граждан или без гражданства. Иностранных граждан, прибывшие в Россию Федерацию, в порядке не требовавших визы и не имеющих патентов. То есть об этом говорится, работодатели и заказчики услуг в период с 15 марта по 15 июня вправе имеют право привлекать иностранных граждан в качестве работников без каких-либо разрешения документов. То есть патент, разрешение на время проживания, там, так же видно же сюда, наш клиент трудовой деятельности закона, да, без этих документов имеют право привлекать. Но, если есть разрешение у заказчиков услуг при лечении используя иностранных работников. 15 марта, 15 июня, Узбекистан, Тоджикстан, Козов, Хаманов, кимы в хоруале ге болса, патенты болмаса, кстати, независимо от цели везда. Привлекать к административной ответственности в этот период именно с 15 марта по 15 июня никто не будет привлекать к ответственности. Иностранные граждане имеют право работать, осуществлять трудовую деятельность без каких-либо разрешений документов. Патент СИС, любой документ, исчезающий незаметен. Именно вот этот период. В отношении иностранных граждан не будет приниматься решение о нележалоте желательность пребывания, проживания в административном выдворении за пределы Российской Федерации и депортации. Указано период. Об аннулировании патентов выданное решение на уровень проживания. И так вот, так видно же, если есть учащие государственное принимание. То есть, тут ясно говорится, в указано период, да, вот в течение трех месяцев. В отношении иностранных граждан, которые нарушители не будут приниматься нежелательность пребывания, выдворения. Так же, через суд 18.8, да, часть 1.1 не будут привлекать в отношении граждан. Также не будут аннулировать ранее выданных виз, разрешение на работу патентов, разрешение на время проживания и вид на жительство. Именно, что учащие, да, он бешенчимартан, он бешенчиминяча. Кем нарушать хлиянбуса, депортаса хлиянбуса. Именно, что учащие, да, шунарсалан хлиянбус. Депорт хлиянбус, выдворение хлиянбус. Олденебор патентлянем анруид хлиянбус. Указ подписан 18 апреля. Также многие вот вводятся заблуждения, многие звонки поступают, говорят, нужно платить патент, не нужно платить патент. Вот указ президента, да, тут все говорится. В указанный период приостанавливается. Автоматически продлевается. То есть, это говорит, что не нужно платить, авансов платишь. Авансов платижи. Срок действия патента продлевается на основании авансового платежа. Так как срок действия приостановить и автоматически продлевается. Соответственно, логично, да, что авансов платижа не нужно производить. Также этот документ, где нет такого документа, данный документ для служебного пользования. Она говорится, звучит, что в части трудовой деятельности иностранных граждан в соответствии с указом течения срока действия, разрешение на время привлечения использования стран работников, разрешение на работу патентов, сроков действия которых истекает в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, приостанавливается до окончания указанного 90-дневного срока периода. И говорится, в обозначенный период обращаться за продлением сроков действия, разрешения на работу и патентов, а также производить авансовую оплату авансового платежа на налогу на доходы физически иностранным гражданам, а что ли трудовую деятельность на основании патента, не требуется. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, если у вас патент, грубо говоря, истекает, вы не платили, например, март, апрель, май, и в июне у вас, например, грубо говоря, в июне срок действия патента 14-го, вы должны 14-го июня оплатить за патент, для того, чтобы 16-го июня уже вы легально находились и дальше продолжали трудовую деятельность осуществлять, да, на основании патента, чтобы вы законно находились. Но если у вас срок действия патента истекает 13-го июня, вы весь месяц не оплатили, и вы 16-го июня будете уже незаконно находящийся, и вы не имеете права следить трудовую деятельность. Так что у кого стекает срок действия патента, например, в июне до 15-го, вы должны оплатить именно в июне 10-го, 12-го, не имея значения. А если будет оплачиваться 16-го, 17-го, это уже незаконно находясь, у вас патент будет недействительным. Так как говорится тут по 15-го июня. Амагичушнарь львов, да, ягад, патент илямсалжанхар, оннучида туля дямбусаля апрель, май, туля май, туля майямбусаля июнда, чтобы он алтинч, июнда законно юрисчун, оннучида уже туля шкерай. Это говорится о временных меропроливаниях. На этом все. Читайте федеральные законы, конституции, указы, правительства, президента. Берегите себя и своих близких. До встречи.